Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А чтобы понять, о чем эта икона и как она отражает евангельские события, хотя в Евангелии ничего про Руспения не сказано, историческую канву, мы сегодня постараемся поговорить, чтобы вам было проще. Говорить мы будем с доцентом Самарской духовной семинарии, с Еленой Владимировной Деевой. Здравствуйте, Елена Владимировна. Здравствуйте, отец Сергий. Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, мы сегодня будем с вами говорить, иконы будут периодически всплывать у нас на экране, люди будут, в том числе и в контексте нашей передачи, нашей встречи, видеть то, как иконописцы разных веков переосмысливали, осмысляли, осмысляли это событие. Хотелось бы начать с того, о чем я оговорился вначале, что Успения это вообще в принципе все богородичные праздники, все богородичные иконы, которые мы имеем, не имеют под собой евангельского фундамента. Даже во время богослужения, когда мы служим службу Богородицы, читается одно и то же евангельский отрывок, который вообще как бы не относится к ней. Мы вспоминаем Марфу и Марию. И надо, наверное, для наших телезрителей прояснить, откуда же мы черпаем все-таки знания о Богородице, о ее жизни земной, о жизни до воплощения Христа, Бога Слова, о ее земной жизни в течение жизни Христа здесь на земле и ее жизни после воскресения и вознесения. Откуда, каков материал? Ну, как известно, мы, православные люди, верим в евангельские истины, которые до нас доносятся не только евангельским текстом. У нас есть еще и, так скажем, большой корпус и текстов, которые называются преданием церковным. И здесь у нас очень хороший есть материал, в частности, о Божьей Матери мы очень много можем почерпнуть прото-евангелие Атеакова. И очень часто, когда говорят об этом, ну, в церковной среде, в церковной просвещенной среде слово апокриф, в общем-то, никого не пугает. А для людей сторонних слово апокриф, оно овеяно какими-то страшными оккультными знаниями и секретами. Потому что, да, апокрифы есть разные. Но вот есть апокрифические, действительно, тексты, которые не вошли в канон, не вошли в отобранные церковью книги, да, которые являются нашим священным текстом, да, но они, тем не менее, подпитывают и дают информацию. Да, ну, для наших зрителей поясним, что есть четыре канонических Евангелия, и все остальное будет считаться апокрифом, то есть, как раз теми текстами, которые в канон не вошли. И есть апокрифы, как Елена Владимировна сказала, действительно, ну, это чистое мракобесие, вот, там, не знаю, о детстве Христа, который очень любил отрывать птичкам головы и потом их воскрешать. Вот, надо же как-то описать детство Христа, чем он занимался, во что играл. Вот, но это, конечно, в корне никак не сочетается с образом Евангельского Христа, и поэтому эти апокрифы отвергаются. А есть апокрифы, которые, в принципе, не противоречат Евангельскому тексту. Да, не противоречат Евангельской букве и, собственно, дополняют просто вот наше знание. И вот, в основном, все, что мы можем рассказать о Божьей Матери, о том, как она родилась, о ее родителях Айки и Мианне, которых мы за каждой литургии поминаем, да, о том, как она вошла в храм, как прошло ее детство и отрочество, и как она была выдана замуж, и все, 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 что с этим связано. Это вот рот Евангелия Теаквы или для католического мира, там, Евангелия Псевдо Матфея. Это, на самом деле, то же самое, только пересказанное в более кратких формах, более таких лаконичных. Итак, а что мы знаем об Успении? То есть, ну, наверное, надо вкратце сказать вообще, какова была жизнь Богоматери после смерти, воскресения и вознесения ее сына. То есть, вот, оттолкнемся от последней евангельской ремарки. Христос на кресте, он поворачивается к Иоанну, говорит, Се, вот это теперь твоя мать, поворачивается к матери, это твой сын, и мы знаем, что Иоанн взял ее и отвел в свой дом. То есть, Богородица начинает жить с Иоанном, и он ее как-то окормляет, оказывает ей сыновнее попечение. Что еще мы знаем о том, как выстраивается ее последующая жизнь? Ну, мы знаем, что она также несла евангельское слово, проповедовала, а за некоторое время, буквально там за несколько дней до своей блаженной кончины, она встречается еще раз в своей жизни, она встречается с Архангелом Гаврилом, который ей сообщает о том, что она через три дня соединится с сыном своим и будет восхищена... Такое вторичное благовещение. Это да, смертное благовещение его еще называют, потому что мы знаем о том, как ей было проповедано, что она будет матерью Божией. Вот это второй раз происходит в ее жизни, она с абсолютным доверием, так же, как и в первый раз, эту новость принимает, возвращается в дом, и начинает готовиться к этой своей кончине. И вот есть очень много таких чудесных совершенно, таких вот бабушкиных рассказов о том, как она убирает весь дом. Это действительно так, она убирается, она все украшает цветами, то есть и она ждет, что придут все апостолы. Нужно понимать, что они в этот момент вообще по всему миру рассеялись, и они вообще в разных совершенно концах. И вот человеческими усилиями в течение трех дней они не могут оказаться. Но тем не менее, вот это ее ожидание, оно не остается без вознаграждения, и действительно все апостолы чудесным образом собираются. И вот это один из совершенно прекрасных моментов в иконе, ну, немножко вперед бегу, но тоже сразу скажу, когда они на облачках прилетают, да, то есть вот как чудо Господне можно показать, что на облачках они спускаются, да. И вот таким вот силой Духа Святого они действительно все собираются рядом с ней, и она при них уходит из жизни. И вот само слово «успение», оно у нас, ну, мы понимаем, что это однокоренное со словом «сон», да, и усопший человек – это уснувший человек. Мы никогда не говорим о человеке, которого мы очень чтим, любим, да, что он умер. Усоп, ну, во всяком случае, в традиции православия это есть, то есть потому что мы понимаем, что вот этот сон – это некий момент, когда человек дальше уже должен будет возродиться для жизни вечной, то есть это временное состояние сна, пусть и долгого, да, вот. И она засыпает, умирает, говоря простым языком, и в этот момент тоже начинает происходить очень много интересного, потому что вообще в этом доме, где она умерла, находились, кроме всех апостолов, еще и святители. Там был Дианисий Репагид по преданию церковному, и там был еще и Яков, брат Господень, да, то есть он был… Первый епископ Иерусалима. И вот они там были тоже, и кроме того, значит, вот весть о том, что она ушла из жизни, она разлетается по всему городу, и ее почтить, проводить ее тело собирается очень много народу, и, значит, процессия движется, значит, к месту, так скажем, захоронения. И в этот момент первосвященники, иудейские, они возмущены вообще таким шумом, который это все наделало, они хотят надругаться над телом, да, и один из вот этой среды первосвященников, Афония, такой очень тоже интересный персонаж, он в иконе тоже есть, он приходит и пытается опрокинуть одр Божьей Матери, что тоже в нашей иконографии запечатлевается. Ну, я думаю, что вот сейчас как раз будет появляться, для того, чтобы могли увидеть. Давайте тогда, чтобы уже именно на материале иконографии, то есть чтобы дальнейшую историю, может быть, как раз рассказать через икону, скажем, во-первых, что вот празднование Успения, то есть Успение как праздник, начал праздноваться совершенно не сразу, далеко не сразу, и прошло около шести веков, и богослужебные тексты, гимны, и вообще вот в ряд двунадесятых праздников этот праздник ходит только в шестом веке. Ну, соответственно, до этого, получается, не было потребности его иконописать. То есть первые иконы, они вот начинают появляться после того, как появился сам праздник. То есть это ближе к седьмому, насколько я понимаю, веку. На самом деле даже еще попозже. Еще попозже. То есть восьмой век, иконографический, ой, иконоборческий кризис. После иконоборческого, да, после победы над иконоборческой ересью. Но дело в том, что, понимаете, вот икона, она реагирует на события, да, она отвечает. Возникает потребность, возникает, сформировался праздник. И праздник вообще сформируется тоже, почему именно только к шестому веку, потому что вообще, ну, как бы, как это сказать, в традиции Иерусалимской церкви этот праздник, он раньше, да, и как бы вот он локально... Местно чтимый. Местно чтимый, да. Да, он потом становится для всей церкви, да, то есть вся церковь, она не сразу все принимает одномоментно. Но к шестому веку мы действительно можем сказать, что вся церковь уже этот праздник чтит, празднует. Вот, а что касается иконографии, то дело в том, что Божья Матерь, вообще ее, так скажем, личность и место, и вообще вот сама ее роль, она не сразу тоже проясняется. То есть у нас несколько соборов первых вообще заняты немножко другим, да, поскольку у нас все творится соборным разумом, да, то есть соборное определение, первые соборы занимаются троичным догматом, да. Христологическими догматами. И только потом доходит, вот, так скажем, время, наступает, когда нужно вообще прояснить, а кто Божья Матерь, да. И ответом на это становится достаточно большое количество росписей, а уже в это время, это у нас церковь не в гонении, да, соборы все, это уже церковь такая торжествующая, и в этот момент в росписях появляется образ Божьей Матери. Причем вот в латинской церкви появляется образ Божьей Матери, она на престоле, она вот такая, ну, очень матрона такая, да, а в восточном мире как раз больше такой другой образ, вот такой восточной женщины, оттеняющей, да. То есть осмысление вот этого образа, оно тоже имеет вот свою эту историю, и она очень интересная, но, может быть, даже достойная там какого-то другого разговора, когда в целом о формировании иконографии Божьей Матери. Если когда-нибудь вдруг вы меня позовете, мы поговорим. Вот. А вот когда праздник, почему вообще именно после иконоборчества? Потому что в иконоборчестве подвергается сомнению опять роль Божьей Матери. А иконоборцы доходят в разных со своих отрицаниях до каких-то пределов, да, и есть момент, когда на вот этом разбойничьем соборе император, который возглавляет этот собор, это у нас, получается, какой у нас, 753 год, сейчас могу ошибиться в датах, вот, высыпает кошель с золотом и говорит, что, а, показывает сначала кошель с золотом, говорит, вот он ценен, да, все признают, что он ценен. Потом высыпает, говорит, а теперь он ценен? Нет, он не ценен, да, то есть вот это вот отношение к тому, что вот она ценна, пока она носит, а когда она родила, она уже не ценна. И вот это отношение, да, и поэтому те доиконоборческие изображения Божьей Матери, которые только вот как бы формировались и появлялись, они, конечно, ну, в тех местах, где это было, где иконоборческая ересь, так скажем, сильно процитала, они просто утрачены. И поэтому вот все византийские, то есть у нас западная в этом смысле иконография, она остается не тронута, потому что там доиконоборческой ереси не было. И там папы, наоборот, были на позициях иконопочитания. И вот тут момент, это тоже очень интересно, когда она, когда после уже победы над иконоборческой ересью, после победы Седьмого Вселенского Собора, будет еще же рецидив один, да, и только после торжества православия, 850-е годы начинает появляться в системе росписей храмов Божья Матерь в Конхе Апсиды. То есть это монументальная живопись? Да. То есть уже позже появятся иконы? Да, они появляются, на самом деле церковь их, естественно, знала, и первые иконописицы Лука, и все, что мы об этом знаем, и все, что мы чтим здесь, мы об этом не должны забывать, но очень многое было утрачено, просто утрачено, вот и новое осмысление образа Божьей Матери, и новое, кстати, осмысление праздника Успения происходит. Может быть, да, у нас не так уже много времени остается, чтобы... Да, и Успения как раз после этого момента начинает разрабатываться эта иконография, причем она, знаете как, она не вот там сидят яйцеголовые умники и говорят, а вот давайте-ка мы вот здесь вот так напишем, или давайте-ка мы вот здесь вот так напишем. Нет, просто икона у нас всегда это отображение той исторической правды, что вообще было, да, то есть это православный принцип. У нас символические вещи в иконе были, ну, не осуждены, так скажем, отодвинуты, а просто уже переосмыслены на 5-6 Трульском соборе в конце 7 века, и... А здесь уже время другое, и поэтому здесь историческая правда. Ну, объясните, потому что могут люди не совсем понять, аллегорические изображения Бога, Богоматери, ну, то есть, например, Христа любили изображать в виде рыбки, да? Ну, в виде агнца. В виде агнца, в виде пастыря, несущего заблудшую овечку, в виде павлина и оленя, в знак того, что у этих, ну, у этой птицы, у этого животного долгонегниющее мясо, то есть они победители смерти. Вот эти все аллегорические изображения, которые были свойственны для катакомбного периода, они отодвигаются и появляются, собственно говоря, иконы, как мы их знаем. Да, то есть вот победа исторического реализма, так скажем, да, то есть вот как это выглядит. И поэтому, когда мы смотрим на икону, то мы, в общем, все, что мы с самого начала сказали, мы видим в ней, да, есть, и всегда всякая икона, есть ядро, иконографическая единица такая, к которой все может быть сведено. И может быть вот много деталей, которые дополняют и разворачивают сюжет, да, и если мы смотрим на икону Успения, вот в самом таком своем основном зерне, то мы видим одру Божьей Матери, мы видим ее лежащую на нем, она там в своих одеждах, в мафории, в своей тунике голубого цвета, мафории вишневого цвета, в красных туфельках, что важно, потому что вот как можно сказать иконографическим языком Восточной Церкви о том, что она Царица Небесная. Не корону ей на голову одев, а вот одев на ноги красные туфельки, потому что только византийские императоры и императрицы имели право носить красную обувь. И такие тонкости мы сейчас можем не знать, и очень многие, кто пытаются реконструировать, да, в Византию лихо на себя одевают красные башмачки в византийском стиле шитые, но все здорово, но тогда реконструируйте костюм императрицы или императора, пожалуйста, и тогда мы с вами продолжим беседу. Потому что это действительно вот маркер социальный, очень серьезный. И вот очень просто таким вот образом показать, что она Царица Небесная, не водружая ей корону на голову. Причем западный мир не знает вот этих вот, так скажем, политесных нюансов, да, и там она может быть в короне. И потом к нам это придет уже позже. А вот в нашей классической такой иконографической схеме, она без всяких корон, без всяких венцов. Ну, плюс одер украшен, драпирован. Да, он драпирован пурпуром, опять же, это такие императорские цвет, там может быть подставочка такая тоже, да, и там много, может быть, таких вот деталей, которые будут говорить о том, что она не просто так женщина, да, а вот она, статус определенный у нее, что она и царских кровей, если мы помним, она из рода Давидова, да, но кроме того, она и царица не только вот по своей плотской природе, ну, не царица, скажем, из царского рода, но и по духовному своему призванию. Вот, и, значит, вот вокруг нее стоят апостолы, мы видим всегда кадящего Петра, и это тоже очень понятно, потому что кто тот камень, на котором Господь церковь свою ставит, да, то есть это Петр, фактически, вот его первое... Исповедование. Да, да, вот оно как раз передается вот этим, тем, что он кадит вокруг нее, он с кадилом, и обязательно присутствует такой наклонившийся на грудь к ней преподающий, или очень близко, то есть в таком почтительном сыновнем как раз поклоне апостол Иоанн, то есть вот это тех, кого мы всегда с вами узнаем, и, конечно, мы можем увидеть там много-много замечательных апостолов и попытаться понять, кто есть кто, можно в это глубоко не уходить, потому что... И даже апостола Павла, что важно, это единственная икона, где среди именно апостолов, то есть понятно, что ни на иконе Пятидесятницы мы апостола Павла не увидим, ни на иконе Вознесения мы не увидим апостола Павла, а здесь впервые и единственный раз фактически, да, вот среди двенадцати появляется апостол Павел, который, насколько я помню, преподает к ногам. Да, ну он будет там, да, он может преподать, может быть просто, но его мы узнаем, потому что у него тоже характерная внешность, и мы его тоже узнаем по его как раз пляшивой голове, такой высокому лбу, и вообще вот он характерно узнаваемый. А вот внимательный зритель, который посмотрит сейчас, обратит внимание, что здесь впервые апостолы без нимбов. Ну, вы знаете, здесь я тоже не могу сказать, что они всегда без нимбов. Они могут быть и с нимбами. С нимбами, да. Да, это не совсем обязательно. Вообще вот это изображение с нимбами и без нимбов, оно вот в какое-то время, это вариант нормы. У нас обязательно нимб у Божьей Матери и у Христа, вот. А у апостолов есть, как бы, такая ситуация, что они могут быть без нимбов. Вот. Но если мы смотрим дальше, мы всегда, ну, с апостолами ясно, действительно их собрали, да, и если это развернутая иконография, то там, значит, вот эти облачка, где они спускаются. А если все-таки о ядре, то даже вот в самых коротких и лаконичных иконах, ну, например, такая, как икона Феофана Грека Успения, да, которая на оборотной стороне Донской, икона Божьей Матери Донская, да, изображается, вот, то там мы видим еще и святителей, да, в святительских одеждах людей таких крещатых. Да, кто эти люди, почему они там? Это вот как раз та правда, о которой я сказала. Они были там, это Дионисий Арипагид и Иаков, брат Господень, да, первый святитель Иерусалима. А их иногда бывает четверо? Их бывает четверо. Там могут быть тогда добавляться те святители, которые посвящали Божьей Матери и вообще вот... А, проповедь, да, тексты. Там может быть, ну, как бы... То есть такие гимнографы, которые богословски осмысляли подвиг. Причем там могут быть и гимнографы не в святительских одеждах, более того, там даже иногда могут быть и пророки, но это уже более поздних иконографических схемах, более развернутых. Но это не к ядру, а вот уже как раз к расширению сюжета. А вот Дионисий Арипагид и Иаков, они там обязательно, потому что это та правда, которая, значит, вот есть. Еще очень любопытно, что к преданию апостол Фома не успевает. Он вообще такой совершенно чудесный, да. Бедолага, нельзя опаздывать, мне там все время ходят. Вот, но при этом это тоже такая очень, ну, проповедь для тех, как бы, и утешение, что даже если ты не успеваешь, то, может быть, у тебя есть шанс. Вот, он иногда может быть вот на, как бы, на облачках совсем в стороне где-то там, да, или, ну, то есть, потому что бывают такие сюжеты, когда успение в среднике, да, а по краям такая рамка, клейм, и там можно вот все эти разные истории разворачивать, да, вот. Что еще? Ну, то есть, вот это зерно. Кроме того, есть вот это, вот эти облака, и есть вот эта история с Афонией, где он перепытается перевернуть. Да, там какая-то жуткая картинка, у многих возникает легкая отрыбь, когда там, значит, прям кровавые две руки висят на гробнице, на гробе, на одре. Богородица, и рядом на коленях стоит вот этот самый священник. Ну, и история действительно такая страшная, потому что, но прекрасная, опять же, очень утешительная, потому что он хулитель, он очень плохо себя ведет, прямо скажем, да, он просто пытается все испортить. То есть, ангел Господень отсекает ему руки, и, опять же, по преданию считается, что это архангел Михаил совершает, да, то есть у нас есть два архангела, которые имеют особое печенье о роде человеческом. Это архангел Гаврила, архангел Михаил. И руки эти отсечены, и есть натуралистичное изображение, где кровь истекает. Ну, если в более усредненном варианте, то просто вот видно, что они у него отсечены, а иногда бывает, что они отсечены и сразу же уже нарисованы. Тоже так интересно, как бы, да, что вот они есть. Потому что в этот же момент, когда он это совершает, руки ему отрубаются, он глубоко, как бы, переживает это и очень сильно раскаивается. И сила его покаяния такова, что ему эти руки возвращаются. И в этот момент он исповедует себя христианином. То есть это тоже одна из историй о том, как человек, даже совершив вообще, ну, богохульство, да, то есть это же не просто так, гроб перевернул какой-то благочестивой женщины, что само по себе безобразно. Но он же, она же Божья Матерь, да, то есть это богохульство, но оно, глубокое покаяние, это тоже, как бы, вот этот грех ему прощается, и он исповедует себя христианином. Это очень интересно, на мой взгляд. У нас совсем немного времени, хотелось бы, мы не коснулись самой, наверное, ну, второй по значимости персоны, фигуры. Не второй, а самый первый. Самый первый, ну, понятно, что в данном случае, как бы, взор приковывается к Богородице, да. Да, безусловно, здесь, конечно, вообще у нас вся икона, всякая икона христоцентрична, у нас, мы в культуре такой живем, мы христиане. И без Христа вот вся эта красивая история вообще смысла не имеет. И Христос в центре, и он окружен вот такой, таким мандролой, да, таким свечением, сиянием, где там множество сил небесных, они могут быть по-разному изображены, крылатых таких, да. Вот, и понятно, что его вот те, кто сейчас там вот в этом земном измерении, они его не видят воочию, но он там есть. Так же, как всегда в иконе, мы не видя Христа визуально, реально, да, в любой иконе святого мы видим Христа как за этим, да. То есть вот она, эта фигура Христа, она располагается сразу за одром, и что тоже очень интересно, Христос держит на руках спеленутую душу Божьей Матери, да. То есть вот этот момент, когда ее душа была им принята с любовью, еще там очень часто бывают два ангелочка, которые летят, и у них плат на руках, да, вот. И они через полотенца готовы принять эту душу, это тоже любопытно, всегда обращаю внимание всех, что вот это особое благоговение, да, то есть все самое святое в церкви через... И особое богословское осмысление смерти, что мы на самом деле празднуем не смерть, а мы празднуем рождение в вечности. Да, и вот это как раз рождение, оно здесь и подчеркивается вот этой маленькой девочкой, да, и, ну, опять же, если здесь вот в сентиментализм какой-то уходить, вот она держала его на руках, вот он ее на руках, да, и в этом... Нет, мы не иронизируем, это действительно очень трогательно и действительно очень тепло от этого, и у нас есть надежда, потому что Божья Матерь человек, рожденная обычно нашим человеческим способом. Елена Владимировна, огромное спасибо за столь содержательный и такой полновесный анализ иконы, и надеюсь, что вам, дорогие наши друзья, удалось погрузиться еще и еще раз в праздник Успения через вот эту сторону, войти через эту дверь. На сегодня наш эфир подходит к концу, вас сердечно благодарю за то, что нашли время поучаствовать в этой беседе. А с вами, дорогие друзья, мы прощаемся. До следующего понедельника. Храни всех вас Господь! Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова